Значит, это ты взорвал. Угу. Я. Там же люди погибли. Целой семьи. Ну, что поделаешь? Жалко. Ты знаешь, кто ты? Ты чудовище. Да. Я такой. Я спрекалываюсь. Ты что, повелась, что ли? Дураки, что ли? Так, подставляться. Дядька сказал, сам все решит. Он бы этих делах рулит. Вот тебе как хотела. Бабки, значит, не зарабатываются. Всегда надо чем-то жертвовать, понимаешь? Или кем-то. Ты куда? Отпусти. Мне в ванную надо. Какую ванную? Мы только начали. Отпусти, сказала! Я сказала, отстань! Урод! Вставай. Собирайся, пошли. Все, что надо, мы узнали. Ты его не убил, надеюсь? Нет. Сама как? Мне нужно в ванную. Лаиса. Да. Всё. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Лилюка, у тебя все в порядке? Да. Да, все в порядке. Че стучаться-то? Сейчас увидим. Ладно. Давай. Сказал, что дядька решил вопрос. Я сам это слышал. Это какой дядька? Префект Булатов? Ага. Ай, тварина. Ну как же так-то, а? Вы уроды. Ради чего? Да ради очередной кормушки. Чего непонятного-то? Ай, чинуша вонючий. Мы для них пыль или как, я не пойму. Людом-то с рук сойдет все. В том-то и дело, что он не думает, он знает. Ну, он же типа местной власти. Слушайте, ну, должна же быть на него права, а? Ну, это же уголовщина, ну. Ага. А ты поди докажи. Я тебе уверяю, не получится. У него связи, положение в обществе, а у нас что? Да, отмажется сто пудово. Найдут какого-нибудь козла отпущения, как это обычно бывает. Но этот точно не сядет. Что, ребят? Мы его просто так простим, отпустим, да? Только потому, что он такой крутой. Ну, у тебя какие предложения? Самосуд устроить, как с Валерой? Не-не-не, малой, не вариант. Совсем не вариант. Если мы грохнем префекта, то все загремим на нары. А это нехорошо. Ага. Короче, есть тут у меня мыслишка? Ты что-то придумал? А он нам сам все расскажет. А мы запишем на камеру. А потом выложим это в газеты, в телек. А, в интернете. Ага. Да-да-да, в интернете. Ну, и пусть сами разбираются. Ага. Так он тебе и признался, а? А мы его попросим. Пытать будем? Да расслабься ты. Пытать не пытать, конечно. Короче, я тебе отвечаю. Он все расскажет. Сам через это прошел. Спит, наверное. Надеюсь, Женя сказал, что ей нелегко пришлось ночь. Я так поняла, что там что-то случилось. Ее не нужно было в это впутывать. Ну, первых, ее никто не впутывал, она сама вызвалась. Какая разница? Вы должны были остановить ее. Она же девчонка совсем, студентка. Не ей в эти игры играть. Тем не менее, она справилась. Ну, все ушли, можно не побазарить. Короче, нужен дом. Либо дача в лесу, я не знаю, чтобы с погребом, подвалом потише. Справишься, Валер? Хорошо, сделаем. Эй, братцы. Короче, Валерий, поможете, окей? Мордами не светим, не палимся. Мы пока с Женькой покатаемся, посмотрим, где это было. Бывает, что делать. А мне что делать? Вадик, тебе пока тренироваться. Хорошо? Просто давай без обид и про то, что здесь слышал или видел, никому не трепи. Хорошо? А я не трепло. Я хочу с вами, хочу поквитаться и имею на это полное право. Обузы не буду, обещаю. Ты уверен? Да. Ну, значит, поквитаешься. Он с нами. Здрасте. Здравствуй, Аня. Проходи. Ну, Ань, и в чем дело? Ни в чем. Нам сказали, что ты написала заявление на Кирилла. Это правда? Написала. И что ты там написала? А ты у него спроси. Ань, разве я тебя чем-нибудь обидел, Ань? Это же неправда. Он ко мне приставал. Вы должны его арестовать. Ну, вот зачем ты врешь? А? Вот зачем ты врешь? Ну, это же ложь. Вы же видите. Она просто ревнует, что мы с Машей... Ань, Аньечка. Ну, это очень серьезное обвинение. Ты же понимаешь, надеюсь? Так, вы готовы? Ага. Тогда на выход. У вас на выход. Апфу... До свидания. Ну, что ты натворила? Ты хоть понимаешь, что ты натворила? Ты маленькая и глупая. Ты хорошему человеку жизнь можешь испортить. Ты понимаешь это, нет? Ты должна сейчас пойти и немедленно ему все объяснить. Не пойду. Ты мне за это еще спасибо скажешь. Угу. Мы сегодня собрались с вами здесь для того, чтобы обсудить, как дела идут. Как идут дела на этой важнейшей стройке нашего города. Стройка замечательная. На ней работают профессиональные люди. Вы помните, что вы строите очень важный объект. Вы строите торговый центр для людей. Так, а подполы у вас есть? Ну, погребок там у меня есть. Соленья хранить, ну и всякое такое. Вам то, наверное, не понадобится? Ну, нам подходит, в принципе. Мы возьмем. А соседи как тут у вас? Мы день рождения будем праздновать. Пошумим, малюхо. Да какие соседи? Тут рядом, только бабка глухая. Ей все равно. Шумите сколько времени. Главное, дом не спалите. Да. Ну, что у вас там? Нашли. Расплатились уже. Молодцы. Ну, а вас как? Нашли этого? Нашли, на холосте. Сидим, ждем. Мы ждем сейчас. На стройке. Инспектирует строительство пана на месте нашего дома. Здорово, Лелик. Все затетно вчера, побеспределили? Угу. Квас будешь? Да что ты паришь-то? Нормальный, блин, квас. Да не, кузин, я пас. Что слышно-то? Да ничего, все по-тихому. Мусора никому не приходили. Все наши целы, так что победа за нами. Все ништяк. А это прикол, хочешь? Вычитал на форуме мясном. Вчера здесь недавно так отметили одного сынарылова. Что, короче, он в больничке лежит. Фотку выложили, типа, в 10 трубках такой. Бабло ему на лечение собирают. Но это как в шавке. Где это было? Да здесь недалеко. Я им еще на форуме отписался, чтобы они не ходили больше по нашему району. Нас здесь мечных мочили, ебут мочить. Вот. Ну, отметили его, конечно, знатно. В коме лежит, прикинь? Да ладно. Ну, там так написано. Но он сам виноват. Согласись. Так что так вот? Лерик. Где он был? Где Лабы? Короче, мы нашли место, где можно по-тихому взять префект. Готовы? Банда. Если кто сомневается, пусть прямо сейчас вали. Ну, учтите, его буду искать. И искать будет тщательно. Если найдут, то нам... Короче, одним словом, если спалимся и налажаем, то нам всем кранты. Гриш, мне еще плевать, как ты все это оформишь. Ты что, не понимаешь, что я людям слово дал? Да они в этот проект огромные бабки вбухали. Ну, я не знаю как. Ну, подмашь его. Заряди свои нет, ну, потом рассчитаемся. Давай, все, я перезвоню, некогда. Давай, все, я перезвоню. Э! Проехать, давай! Ты что, не слышишь, что ли? Машину пропусти, кому говорю. Тебе что, объяснить по-человечески, что ли? Пошли покатаемся, собака. Тихо, 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 не дергайся. Э, э, вы что, уроды? Вы что, не знаете, кто это, что ли? Знаю, знаю, не дергайся. Слышь, у меня денег с собой нет. Мне он нахрен ему нужный. Я не собиралась с ним. Я не такая. Скажи, ты принимала что-то? Нет, я просто выпила, но это не от алкоголя точно. Я такого раньше никогда не испытывала. Мне как будто понесло куда-то. Я потеряла над собой контроль. Это было ужасно. Этот мужик. Послушай, не вини себя, слышишь? Не надо. Я не сказала ему нет, понимаешь? Ты была одурманена. Скорее всего, этот ублюдок подсыпал тебе что-то. Такая же утрать, как его дядя. Ничего страшного не произошло, слышишь? Тебе нужно просто отдохнуть и выспаться. Да-да, наверное. Знаешь что? Считай, что это был просто дурной сон. Поверь, это самое лучшее лекарство в таких ситуациях. Меня оно не раз выручило. Все хорошо. Давай, принимай. Давай, давай, давай. Здоровый. Здоровый. Уйди, бля. Антолк, слушай. Ты что, молодой, придурок? Я тебе сказал, при нем никаких имен. Прости. Дядя. Что, помасит? Да нет, уже все. Да. Эй, вы. Уроды, вы что удумали, а? У вас за всех войдут. Да я. Да я с тебе лично шкуру снимать буду, понял? Э, куда? Стой! Что вам надо? Деньги, выкуп? Говорите, сколько? Куда привезти, ну? Э! 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 Откройте! Женек, давай вот прессанем. Он берещет, как свинья. Подождем пока. Когда мы с ним покалякать? Ну, через пару дней пока ляка. Чего так долго ждать-то? А по-другому не получится. Через два дня он нам сам все расскажет. Думаешь, сработает? Сработает. Я заговорил на третий день. Посмотрим, насколько его хватит. Значит так, дежурить будем по смене. Кто первый? Кто еще? Леха, Гарик. Да не вопрос. Значит, ставь, пацаны. Кнопку нажимать каждые пять минут. В подвал не заходить, чтобы он лица ваше не видел. Ясно? Да. Продвал не заходить. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Чего, ты не ответишь? Может, срочно? Чего у бабы срочно, может быть? Я смотрю, ты её не балуешь. А у вас всё серьёзно? Когда нас в вадьбе гулять будем? Не скоро, если вообще будем. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Гарик, слушай, у тебя интернет здесь ловит? Да, вроде о чём-то. Дай, пожалуйста, у меня не фуручат вообще. Слушай, а местные, они обычно на каком форме чувствуются? Да их там как грязи, в любую ссылку тыкнем, и всё. Тебе зачем? Да я это посмотреть хотел. Да? Ну ладно, я в магаз пойду схожу. Еды куплю. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕКТОМОБИЛОМ СТУК В ДВЕКТОМОБИЛОМ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Привет. Привет. Что случилось? Валера, ты бы мог в аптеку сходить? Конечно. А что, тебе плохо? Нет. Нет. Немножко. Слушай, давай скорую тогда вызовем, ты вон белая вся. Валера, скорую не надо, у меня нет полиса. Это не страшно, денег дадим. Чего ты? Нет, Валера, не надо, сейчас Антон, он приедет и все сделает. Антон не приедет, он занят. Давай, я сейчас такси вызву, пойдем потихоньку будем одеваться. И поедем в больницу. Ага. Как я? Мне не сложно, правда. Как? Наденешься и все спокойно поедем. Ты уверен? Абсолютно. Спасибо, Валера. Ну что, дискотека продолжается? Поехали. УКОН АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Э-э-э! Чего за Фигня? У вас там что, у всех пульсов�! Да, хэй-метал ему не очень нравится. Ладно, меняй трек. Диджеево Адик. Валерий. О! Пацаны, ну это что такое? Мы сюда не развлекаться приехали. Давай вырубаю. Хватит! Пожалуйста! Кровотечение есть, но не сильное. Травма живота. Инфекции были? Нет. Нет ничего такого. Боюсь, что исход вашей беременности под вопросом. Меня что, выкидыш? Нет. Но угроза существует. Вот вам рецепт. Держите. Принимайте два раза в день, утром, и вечером. И я бы вам настоятельно рекомендовал лечь на сохранение. Посоветуйтесь с мужем. Это он там ожидает? Нет, нет. Это друг. А муж-то есть? Угу. Так вот, вы хорошенько подумайте, и на вашем месте я бы не рискал. Хорошо, я поняла. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Анастасия. Автомобиль префекта был обнаружен на северо-западе города. В салоне найдены документы, кошелек с деньгами и мобильный телефон Булатова. Следователи полагают, что похищение могло быть связано с профессиональной деятельностью префекта. Ведутся активные поиски подозреваемых и возможных свидетелей данного преступления. Мы вернёмся после короткой рекламы. Ну и что мы будем делать, если эти свидетели найдутся? Не найдутся. Нас никто не видел. А тут хрен знаешь. Всякое же бывает, а? Слушай, расслабься. Мы деньги наследили. Сначала начнут трясти конкурентов, партнёров по бизнесу. Хорошо. А что ты потом предлагаешь делать? Когда мы его отпустим? А потом мы опубликуем видеопризнание ему. Начнётся такой кипиш. Про нас даже никто не вспомнит. Я тебе отвечаю. Ну ты же сам говорил, помнишь? Что мы для них просто пыль. Пыль под налями. Пыль. Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Извините, пожалуйста. Завтра. Завтра приходите. Вы вчера приходили арестовывать моего знакомого Кирилла Крупнова. Помните? Ага. Дочка писала. Домогательство. Да не трогал он ее. Это она мне сама сказала. Она просто подросток, понимаете? У нас сейчас сложная ситуация в семье. Вы в курсе, что его не Кирилл зовут? Как не Кирилл? Ну так. Завут он Виктор Павлович Крутько. Трижесудимый. Кража. Мошенничество. Особо этого, с удовольствием, это увы. Вы не знаете. Это какая-то ошибка. Он учитель, он преподает. Да пусть он вам занимает. Он вам кто? Любоник. Дома деньги, вещи не пропадали? Я не знаю. Вроде все на месте. Совет еще раз проверить. Аккуратнее надо быть в выборе друзей. Они на таких, как вы, наживают столько. До свидания. Стой, стой, стой. Что такое? Да иди сюда, я этот зову. Что такое-то? На, смотри. Зачем вы меня здесь держите? Попозже узнаешь. Чего вы хотите? Чего вы хотите? Денег? Давайте договоримся. Сколько вы хотите? Сколько вы хотите? Куда привезти? Мы договоримся. Скажите, сколько? Пацаны, денег нам предлагают. Сколько наша мама с папой стоит? А ноги твои? КРИК АНГИНТОР 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Поговори со мной. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Что? Прости меня. Прости, что ударила? Ты права оказалась. Он оказался совсем не тем человеком. Представляешь? Его даже зовут по-другому. Мне в полиции сказали. А еще он... А еще он в тюрьме сидел. Я знаю. Откуда? Да Женя его узнал. Сказал, что он мрачной аферист. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Мам, ты не переживай. Все ошибаются. Это мы еще легко делались. Сережки мои пропали. Ну и черт с ними. Ты в следующий раз советуйся со мной. Этот мне сразу не понравился. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ты что, дядя? Дядя, ты что? Мужики, что такое? Да что-то ему хреново, походу. Так гонит он. Они похожи. Блин, как бы он не откинулся здесь, что делать-то? Ладно, сейчас наверх поднимем. Давай, спускайтесь. Давай. Сереж? А, доброе утро. У тебя дверь открыта была, я решил не будить. Вот. Видишь, завтрак нам готов. Теперь ты за мной ухаживаешь? Да. Надеюсь, ты не против? Решил сделать для тебя приятное. Ты мне очень помогла, когда тяжко было. Реально помогла. Теперь моя очередь. Так что говори, что помыть, что купить, куда сходить. Я весь в своем распоряжении. Мне приятно. Сереж, по-моему, у тебя что-то горит. Черт! Яичница, мое, коронное блюдо. Ты что, крякнуть, что ли, решил? Нет, так не пойдет, я с тобой еще не закончил. Э, 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 алло, глаза открыл, на меня смотри! Очнулся? Да, ну, теперь можно побазарить. Ты жить хочешь? Молодец. Да ты давай, Кайси. Чего? Мы все о тебе знаем. Молчишь о чем-нибудь, здесь и останешься. Усек? Давай! Да, да. Я скажу. Я все скажу. У меня три фирмы жену 175 лямов через них списали. С рынков заносят мне каждый месяц. Не только, не только с рынков. А, не только. А, откаты. Откаты получаю. За разрешение на строительство. Незаконное. Племяннику землю выделил по строительству. С торгового центра? Да. Не только ворюга, но и убийца. Я никого не убивал. Я никого не убивал. Я никого не убивал. Я никого не убивал, честно. Я не убивал. Не убивал. Дом на лесной. Ты приказал взорвать под строительство племянника? Это... Это не я. Это не я. Это не я. Просто повезло. Я уже собирался перевезти его. В аварийное жилье под снос. Ну, так все само собой получилось. Само собой получилось. Получилось. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Вы друг Дима? Да. Как он? Он держится. Врачи говорят, надо ждать, пока отек мозга не спадет. Мне очень жаль. Да? Спасибо, что навещаете. Для него это очень важно. Я знаю. Простите, вас как зовут? Денис. Денис? Мы с ребятами собрали тут кое-что на лечение. неудобно. Ой, что вы. Неудобно как-то. Спасибо вам. Ребятам. Да, если надо, мы еще соберем. Главное, чтобы Дима направлялся. Простите, пожалуйста, моя пора. До свидания. Храни вас Господь. Здравствуйте. лейтенант Семьев. Не врет он? Да, мне тоже так кажется. После такого давно бы он признался. Ну и что делать бы? У тебя телефон с собой? Да. Короче, все, что ты вам сейчас рассказал про откаты, про подставные фирмы, про умогательство, сейчас вот сюда повторишь. Да, да, да. Готов? Да. Поехали. Мы... Я Булатов Олег. Ну давай! Да, да. Я Булатов Олег Андреевич. Хочу сделать заявление. Я делаю это добровольно. И готов понести самое... Самое суровое наказание за то, что сделал. Что за фигня? Лех! Слушай, там это 150 косых не хватает. Ты не брал? Ты что? Гарик, я... Я пацана одного избил прям... Прямо конкретно и переборщил. Когда? Ну вот, два дня назад я с Махача шел, когда я тебе еще звонил. А ты даешь. И что с ним? Ну, если у него в больнице было, он в коме, прикинь? Он... Он... Он вроде мясной шел, я... Он ничего не сказал вроде даже, ничего вообще. Я просто... Тебя кто-нибудь видел? Да нет, я... Да нет, не видел. Это хорошо. Ты что хорошего? Меня не это беспокоит, ты не понимаешь? Я голову стуть не могу, у меня все время это в голове вертится одно и то же. Я вам помахаемся нормально, все, разойдемся, пар выпустим. Кто знал, что вот так все получится? Да. Зря я тебя во все это втянул. Горька, если он умрет? Если он умрет, что я тогда делать-то буду? Как я с этим жить дальше буду? Что случилось? Я пошел мусор выкидывать, а тут вот, смотрите. Котя, глянь. Лучше его не трогать. Звони в отдел. Да погоди ты. Вот и черт. Здорово, отец. Здорово, Женя. Здорово, Женя. Я же так и не попрощался. Давно освободился? Пару месяцев как. Не знал. Не знал. Мамина любимая. Как живешь, сын? По-старому или по-честному? По-всякому. Но стараюсь по-честному. А ты, бать, постарел. Как здоровец? Не жалуешься. Семью новую нашел? Вот моя семья. Другой нет. И не будет. И не готов понести. Самое, самое суровое наказание. За то, что сделал. Сделал. Круто. Надеюсь, он в отказ не пойдет? Да это собственно уже не важно. После такого признания его точно, ну, минимум с должности снимут. Так, ладно, давай рассылай это видео. Только не со своей почты. Кэп. Она тебя часто вспоминала. Незадолго до кончения. Даже звала тебя по ночам. Жаль, что меня с ней не было. Рядом. Да, жаль, очень жаль. Она так хотела тебя видеть. Только об этом и говорила. Сомневаюсь, батя, что тебе жаль. Это же ты похлопотал, чтобы мне побольше сроков повели. Я хотел тебя образумить. Бать, да ты... Ты правильно сейчас делай. Кто знает, чем бы все это закончилось для меня. Привет, Ань. Постой, поговорить хочу. А я не хочу. Отстанься от меня. Слышь, ты, овца малолетняя. Ты меня выслушаешь. У меня из-за тебя большие проблемы. И ты меня от них избавишь. Прямо сейчас пойдешь в полицию и заберешь свою заяву. Скажешь, что пошутила. Поняла? Тогда тебя никто не тронет. А я вас не боюсь. Я все про вас знаю. Кто вы и что вы. Еще раз приблизись к моей маме или ко мне. Что тогда будет? Тогда мои друзья тебя порвут. Понял, придурок? А теперь развали, или я буду кричать. Ладно, ладно. Маме привет передавай. Сенсационное признание пропавшего накануне префекта, которое вы только что посмотрели, поступило в нашу редакцию из анонимного источника. Как сообщает пресс-служба мэрии города Москвы, Олег Булатов подал в отставку. В отношении него проводится доследственная проверка. Пока он сам никак не комментирует произошедшее. Да, снова ложный след. Сколько их уже было? Немного, согласен. Но мы же должны узнать правду. Я уже не уверен, что мы ее вообще когда-нибудь узнаем. Вы что, вы... Вы решили сдаться? Слушай, Жень. Нам всем лучше поскорее избавиться от этой идеи. Просто жить своей жизнью. Во всяком случае, мы пытались. А ты знаешь, с тобой многие не согласятся. Пацаны, Антоха. Я не согласен. А ты что скажешь, Лен? Я? Угу. Я уже даже не знаю. Погибших все равно ничем не вернешь. Что нам даст эта правда? Какую еще цену нужно заплатить за нее? Оно того не стоит. Ничем хорошим это не закончится. Куда ты, где говори? Что? Говори. Я тебе сейчас башку снесу. Говори, как вы воссиряешь все равно. К з drinks. Я обиваюсь.